Германия, Нюрнберг, дождь. Дождь, который может смыть всё. Грязь, мусор, пыль. Всё, кроме прошлого. Всё, кроме памяти. Каждый день я думаю об отце и его жертвах. Каждый день я думаю об отце и его жертвах. Мой отец был преступником. Эту его фотографию я ношу с собой в портмоне. Один глаз опух. Наверное, когда отец падал с виселицы, ударился этой стороной лица о край люка. Соратники, свод законов Рейха стоит на страже вашей жизни и безопасности. Этого человека зовут Никлас Франк. Он журналист и сын личного адвоката Адольфа Гитлера Ганса Франк. С 1939 года гауляйтера оккупированной Польши, польского мясника. Если твой отец или дед преступник, то клеймо ты получаешь автоматически. Моим внукам тоже придется с этим жить. Тысячи вечеров своей жизни Никлас провел за старой печатной машинкой Эрика, доставшейся от матери, вбивая оттиски букв в листы бумаги. Ими в течение многих лет он наносил удары по своему отцу, по Гитлеру, по Третьему Рейху, по самому себе. Именно так родились строки, посвященные годовщине казни отца. Мне нравилась твоя гибель. Тебя подняли на 13 ступеней эшафота, надели веревку на шею и бросили вниз в вечность. Думая об этом, я испытываю оргазм. Он выглядит злым. О да, это же пальцы человека. Этот кролик лежит на человеке. Ну, точно. А из пасти торчат кости. Как будто он только что съел человека. Он вполне может служить символом Германии с 1933 по 1945 годы. Продолжительность жизни кролика составляет 10, если повезет, 12 лет. Третий рейх, объявленный Гитлером в 1934 году, тысячелетним, начался в Нюрнберге. Да здравствует старинный германский город Нюрнберг. И рухнул через 11 лет здесь же, в этом милом баварском городе. И закончился международным судом. Нюрнбергским трибуналом. Приговором для самых крупных нацистов, соратников Гитлера. Сам фюрер покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине, в возрасте 56 лет. Вторая мировая война давно закончена. Одно поколение сменило другое. Народилось третье. И для многих война уже далекая история. Но не для Рихарда фон Широха. Он родился в 1942 году в Третьем Рейхе. А за 9 лет до его рождения отец Рихарда начал свою блистательную карьеру при Адольфе Гитлере. Рихард фон Широх живет в Менхене. Он писатель, историк, прекрасно владеет китайским языком. После полугодовых уговоров Рихард все-таки назначил нам встречу в центре в городском парке Хофгарден и принес свою последнюю книгу. Это его автобиография, в тени моего отца. Когда я размышлял над судьбой отца, я задавал себе вопрос, а что было бы, если бы я в 20 с небольшим лет попал на очень высокую должность и был бы так близок к Гитлеру? Конечно, открылись бы невероятные возможности и соблазны. В 1946 году его отец Бальдер фон Широх был самым молодым обвиняемым на Нюрнбергском трибунале из числа приближенных к Гитлеру людей. Фон Широху не было и 40 лет. Мне было тогда 3 года. Я мог только догадываться, что произошло что-то страшное, но не понимал, что именно. Мы потеряли все, что имели раньше. Дом не стало няни, к которой я был очень привязан. Мать исчезла в тюрьме. И отец, которого я толком и не знал. Бальдер фон Широх, отец Лихарда, в начале 30-х возглавил Гитлер-Лихард. Тогда эта молодежная военизированная нацистская организация насчитывала чуть более 100 тысяч человек. Но именно Бальдер, выходец из богатейшей аристократической семьи, убедил Гитлера в том, что сможет привлечь практически всю молодежь Германии. Это ему удалось блестяще. К 1936 году в организации уже состояли более 5 миллионов молодых людей, готовых умереть за фюрера. Некоторые из песен отца стали весьма популярными, особенно гимн Гитлер-Югент, про знамя, которое веет впереди. Но я никогда не учил его стихов, во многом я дистанцировался от них. Молодежи, распевавшие этот гимн 30-х, в 40-е предоставили возможность умереть за фюрера. Я не признаю себя виновным. Когда моего отца приговорили в Нюрнберге в 1946 году, мне, как я уже говорил, было всего три года. Отцу грозила смертная казнь, и поэтому один ирландский священник тайно пронес меня под сутаной в тюремную камеру. И вот тогда-то я впервые увидел своего отца. Он посадил меня на колени. Разумеется, я тогда совершенно не понимал, в каком положении он находился. Меня очень занимало, почему у него не было шнурков. Я не знал, почему он находился в этой камере. Я видел лишь, что это добрый человек, мой папа. Доброго папу приговорили к 20 годам заключения, а его жену Генриетту отправили в трудовой лагерь. Так Рехард при живых родителях оказался под опекой государства. Семья распалась на фрагменты, мелкие осколки, была практически уничтожена. Я так и не знал семейной жизни. Я рос в государственных интернатах и провел несколько лет в детдоме. А между тем, моему роду почти 700 лет. Я могу пойти в любую библиотеку и взять книги, написанные моими предками сотни лет назад. Это своего рода традиция, которую не может прервать единичный случай карьеры в Третьем Рейхе. Неужели, Рихард? Но ведь представители вашего древнего рода гордили своей близостью Гитлера. Ваш отец Бальдур фон Ширах. Ваш дед – ближайший друг фюрера и его личный фотограф Генри Гофман. И ваша мать – дочь Гофмана Генриетта. Любимица фюрера и подруга Евы Браун. Маме было 13 лет, когда Гитлер познакомился с моим дедом, ее отцом. Гитлер с удовольствием приходил к ним в гости. Он был добрым другом семьи. Можно даже сказать, что он обрел семью. 1933 год. Нюрнберг. Смотрите внимательно. Бальдур фон Ширах крупным бедром сносит фуражку вождя. Говорящий взгляд Гитлера. Никому бы этот казус не прошел даром, но не Бальдору. Свое раздражение фюрер сорвал на трубаче. А в 1945 году сильно похудевший фон Ширах попал на международный трибунал, где его приговорили к тюремному заключению. Мне разрешалось посещать его раз в год, но только на 30 минут. За временем строго следили. Только представьте, ты целый год ждешь этого момента, причем практически нет никакой возможности перенести встречу, если ты, например, опоздал на самолет или на поезд. У меня на это просто не было денег. После вынесения приговора в 1946 году Бальдора фон Шираха перевели в Берлин, в военную тюрьму Шпандау. Он стал заключенным под номером один среди семи, получивших разные сроки на трибунале. Я записывал в свой дневник все вопросы, которые я задавал отцу во время визитов, когда мне было 10-12 лет. Среди них были, например, такие. Знает ли отец, что такое нейлоновые чулки? Пользовался ли он шариковой ручкой? И так далее. То есть вопросы о самых простых вещах. Но самое важное, конечно, было наблюдать за ним, как он держит руки, как откашливается. Ни в письмах, ни во время свидания в тюрьме отец никогда не заводил речи ни о Гитлере, ни о собственной вине. Ни о чем, что касалось Третьего Рейха. Лишь о литературе, поэзии и философии. О матери Рейхард с отцом тоже никогда не говорили. Ведь в 1950 году Генриетта, которая была признана невиновной, развелась сидящим в тюрьме Бальдором. Лишь спустя годы Рейхард узнал, что написала мать в письме отцу на прощание. Когда гитлеровская Германия уже рушилась вокруг нас, я ожидала, что ты попросишь принять яд вместе с тобой. Как это сделал Гибрис со своей женой и детьми. Это избавило бы меня от невыразимых страданий в борьбе за выживание. Но тогда ты ответил. Я не могу совершить самоубийство. Сначала мне надо прояснить мое место в истории и значении моей работы. Так вот, я немедленно развожусь с тобой. Я хотел бы ответить на ваш вопрос, каково же это знать, что твой отец был преступником и за это был осужден. Это невероятно трудная в эмоциональном плане ситуация, потому что ты вынужденным образом любишь этого человека, которому нужна твоя помощь, который день и ночь проводит в крошечной тюремной камере. За 20 долгих лет, пока отец сидел в тюрьме, Рихард окончил школу, поступил в Мюнхенский университет, изучал германистику и мечтал стать писателем. От фамилии отца он не отказался. Так же, как и от надежды, что после выхода отца на свободу они снова станут семьей. Когда предстоит столь ожидаемое событие, как выход отца из тюрьмы, с ним связываются надежды личного характера. Кажется, что стоит наконец отцу оказаться дома, как все проблемы будут решены сами собой. Глубочайшее заблуждение. Теперь-то я знаю. Это палач моего отца, мистер Вудс, которому я за многое благодарен. Прежде всего, за свою незапятнанную жизнь. Если бы отца приговорили, к примеру, к 20 годам в тюрьме Шпандау, он бы отравил мне существование своими тирадами. Мне не хочется встречаться ни с кем из детей других высокопоставленных нацистов, тем более с сыном Ганса Франка. Я считаю, что в данном случае, я имею в виду сына Франка, мы имеем дело с патологией. Назвался груздем, полезай в кузов. Я до сих пор не уклонился ни от одной дискуссии. Но должен признаться, что чувствую себя опустошенным каждый раз, когда публично расправляюсь со своими родителями. Жестче всего Никлас расправляется со своим отцом, Гансом Франком. С 1926 года Ганс Франк, юрист по образованию, представлял интересы нацистской партии. С 1927 по 1933 годы он был личным адвокатом Адольфа Гитлера и защищал его более чем на 100 судебных процессах. Это фото сделано в День юриста в Лейпциге в 1934 году. Придя к власти, Гитлер ничего не хотел слышать ни о каком правосудии. Для нас наш фюрер является и верховным судьей. Когда-то Гансу Франку цыганка предсказала, ты не доживешь до 50 лет, твоя смерть будет связана с судом. Тогда Франк рассмеялся в ответ, ну и что, я же юрист, всяко бывает. Но он и представить не мог, что судить будет его самого. Эта фотография была сделана, когда я был в Нюрнберге в 1946 году. Это была моя последняя встреча с отцом в тюрьме. Помню, отец с радостной улыбкой на лице сказал мне, «Ники», так называли меня в семье, «Ники, мы скоро будем вместе праздновать Рождество, все будет очень здорово, и я вам опять буду рассказывать сказки». А я сидел на коленях у матери и испытывал глубочайшее разочарование, потому что не мог понять, зачем он врет. Он же знает, что его повесят. Зачем он врет мне? Если бы он, к примеру, сказал мне, «Я виновен», тогда я, наверное, разрыдался бы. Но зато я бы жил с этим совсем по-другому. Известно, что отец Никласа, в 1939 году назначенный Гитлером генерал-губернатором оккупированной Польши, едва ли не больше остальных подсудимых страдал на Нюрнбергском процессе, в этом самом дворце юстиции. Но в итоге достойно принял казнь, не забыв перед повешением поблагодарить всех за хорошее с ним обращение. Никласу, по сей день живущему в тени отца, этого недостаточно. «Находясь здесь, я очень живо представляю своего отца, который боролся здесь за свою жизнь, но оказался абсолютным ничтожеством. Сначала он признал вину, затем забрал свое признание обратно. Он ничего не осознал. А самое главное, я уверен, по-настоящему он ни в чем не раскаялся». Первое, что Никлас Франк увидел во дворце юстиции, знакомая фотография на стене. «Мой отец». Сейчас Никлас идет в зал суда номер 600. Тот самый зал, где целый год судили самых главных нацистских преступников. «Мне кажется, что если бы отца не судили, то я бы сам подал на него в суд». Та самая скамья подсудимых. То самое место, где сидел отец. Первый ряд, ближе к проходу. Как это не смешно, но моя мать очень гордилась тем, что Франк сидит на суде именно в первом, а не во втором ряду. Среди главных военных преступников. Гордилась она и тем, что даже среди них он был одной из самых важных фигур. В письмах отцу мать писала «Ты превосходно выглядишь, ты похудел, тебе очень идет». Вот он, гротеск. Муж борется за то, чтобы остаться в живых. Мы, его семья, влачим жалкое существование, потому что все потеряли. У матери нет никаких заработков. При этом она радуется тому, что муж хорошо выглядит. А вот фотография всех пятерых детей Ганса Франка. Вот это я внизу, а это стоит мой брат Норман. Вот старшая сестра Зигрид, вот Михаэль и Бригитта. Отца здесь нет. Он как раз повстречал свою первую любовь. И моя мать использовала эту фотографию. Послала ее Гитлеру с просьбой запретить отцу развод и своего добилась. Она намеренно использовала это фото, написав Гитлеру «Мой фюрер, как можно позволить мужчине разрушить такую счастливую семью?» Нужно заметить, что все мы, пятеро детей Франка, оказались, скажем так, с отклонениями. Потому что нелегко жить, зная, что твоего отца повесили. Что он, к примеру, не погиб на войне или в автокатастрофе, или не умер от рака. Трое детей ушли из жизни, не дожив до старости. До преклонного возраста дожили лишь Никлас и его старший брат Норман. В начале 40-х годов Норман, любимый сын генерал-губернатора, увидев, как на улице расстреливает мирное польское население, осмелился задать отцу неприятный вопрос. И вот за обедом отец, всемогущий генерал-губернатор, сидит со старшим сыном. Стол накрыт по-королевски. Норман, тогда ему было лет 14-15, обращается к отцу и говорит, «Слушай, пап, мы играли в футбол, а рядом расстреливали людей. Зачем это делают?» В ответ всемогущий генерал-губернатор швыряет вилку на тарелку, вскакивает и кричит на сына, «Я не хочу об этом знать! Не желаю ничего об этом слышать!» И уходит из столовой. Норман Франк. Он умер недавно, в 2009-м. Никлас был единственным, кто был рядом с братом. Детей у моего брата не было. Он повторял как заклинание, что сын военного преступника не должен иметь детей. Естественно, я считаю, что это полная чушь. У нас с женой прекрасная дочь и трое внуков-террористов. Вот они. Оно, Нора, Карла. Это так здорово, иметь детей и внуков. Лучшее, что может быть в этой жизни. А своего отца я презираю. Всеми фибрами души. Он действительно достоин презрения. В моем возрасте уже не испытывают гордость. Но я, наверное, горжусь своим отцом. При существующих обстоятельствах он хорошо справился. Манфредо Роммелю за 80. Он живет со своей женой Лизе Лотте на тихой зеленой улочке Штутгарта, городом, мэром которого был на протяжении 24 лет. Ныне Герр Роммель – пенсионер и почетный гражданин, которого любя называют мистер Штутгарт. Манфред очень тяжело болен. Но для нашего фильма он согласился дать интервью. «Недавно один полковник заявил мне, «Господин Роммель, в Третьем Рейхе ваш отец слишком быстро продвинулся по службе». Я ответил, «Мой дорогой друг, я как политик тоже быстро одолел карьерную лестницу». Эти карты нарисованы рукой моего отца. Они еще с Первой мировой войны. Манфред и единственный сын генерала-фельдмаршала Третьего Рейха Эрвина Роммеля, любимца Гитлера. Талантливый стратег, один из лучших полководцев. Роммель в 1941 году был брошен фюрером не на Восточный фронт, а в Северную Африку, для того, чтобы добраться до нефти. И поначалу Роммель одержал в Африке ряд блестящих побед, за которые его и прозвали «лист пустыни». Жизни своих солдат и даже пленных для генерала Роммеля имели значение, как и здравый смысл любого действия на поле боя. А потому Роммель неслепо следовал диким приказам фюрера, жаждущего побед любой ценой. В битве под Эль-Аламейном в Египте Гитлер приказал моему отцу или победить, или умереть. И вот тогда мой отец послал его с его же приказом. С осени 1942 года положение немецких войск в Африке было тяжелым. А в 1943 году африканская кампания закончилась поражением. Роммеля назначили командовать группой армии «Б» в Нормандии. Именно там генерал Фельдмаршал был тяжело ранен. 17 июля 1944 года 15-летнему Манфреду Роммелю, служившему в Люфтваффе, сообщили, что его отец при смерти, и дали в отпуск. Самолеты союзников обстреляли машину моего отца. Он получил тяжелейшие ранения и истекал кровью. Несколько дней врачи не могли дать ответ, будет ли он жить. Именно в это время произошло событие, которое и определило дальнейшую судьбу Роммеля. 20 июля полковник фон Штауфенберг пронес бомбу на совещании Гитлера. Это был мой папа. Он совершил покушение на фюрера. Когда я узнал, то испытал настоящий шок. Ясно было только одно – отца уже нет в живых. Но невозможно было поверить, что это сделал отец. Как? Покушаться на фюрера? На царя? Чуть ли не на Бога. Почему? Зачем? И моя мать ответила, он сделал это ради Германии. После этого она сказала, что снова беременна, и в эту же ночь ее забрали. Мой отец не знал. Ему ничего не было известно о покушении на Гитлера 20 июля. Штауфенберг именно тогда совершил покушение. Роммель был против Гитлера. Он считал, что фюрера необходимо арестовать, но вряд ли он что-то знал об этом заговоре. Роммель был в Африке главнокомандующим войсками. А мой отец – начальником штаба одной из многих дивизий. Не думаю, что они тогда вели долгие беседы и вынашивали какие-то планы. Отец просто делал доклад. Роммель как-то комментировал и уезжал. Бертольд фон Штауфенберг – старший сын всемирно известного полковника. Летом, в июле 1944 года, когда его отец попытался убить Гитлера, десятилетний Бертольд с семьей был в Бамберге на каникулах. Первой реакцией на новости, которую он услышал по радио, был страх за фюрера. Да-да, Бертольд, росший на нацистской пропаганде, был маленьким нацистом и мечтал вступить в Гитлерюген. А отец – да у всех друзей Бертольда отцы гибли на фронте. Так что смерть папы стала для него событием, само собой разумеющимся. Сэкс! Доставь свой священник! Огонь! На допросах моя мать, которая знала о готовящемся покушении, не рассказала ничего. Но с ней обращались довольно мягко. Все-таки она была беременна. А вот остальные родственники, самому молодому, из которых было 15, сначала были отправлены в тюрьму, а потом в концлагерь. Меня же отправили в детский дом. Это был 1944 год. Соседи позвонили нам домой и сообщили. Сюда приехали военные и перекрыли дорогу. Затем генералы пришли к моему отцу, который только начал ходить после ранения, и заявили, что хотят с ним поговорить. Они сказали ему, фюрер считает, что вы знали о готовящемся на него покушении и ничего не сделали, чтобы его предотвратить. Фюрер глубоко оскорблен. И мой отец коротко попрощался с моей матерью. Он уже знал о том, чем все закончится. Затем он вышел из дома и успел шепнуть мне и своему адъютанту. Через полчаса я буду мертв. Мне сказали, что не тронут семью и прекратят расследовать дело о покушении в штабе, если я приму яд. Я согласился. Отец попрощался, сел в машину с военными и больше ничего не говорил. И мы с ним долго смотрели друг на друга. 18 октября 1944 года. День национального траура. Торжественные похороны генерал-фельдмаршала Ромеля, который по официальной версии так и не смог оправиться после тяжелого ранения. Из тысяч присутствующих на похоронах, правду о смерти национального героя знали только двое – жена Ромеля и его 15-летний сын. Именно тогда Манфред поклялся себе, что непременно дождется крушения Рейха и построить новую Германию. А для начала? Для начала надо было не погибнуть на поле брани. После похорон отца я вернулся в свою часть. Я ждал момента, когда американские войска войдут в Ульм. И когда я получил известие о том, что моя мать то ли погибла, то ли сумела сбежать, я и два моих товарища распрощались с фюрером навсегда. Мы оставили свои карабины у одного крестьянского дома. И патронные сумки тоже. На случай, если кто-нибудь вознамерится умереть как герой. И ушли в ночь. Я не хотел быть пушечным мясом. Кроме того, я знал, что если пожертвую собой после того, как убили моего отца, то это будет глупо. Я познакомился с Манфредом Ромелем в 1982 году. Тогда я командовал бригадой под Штутгартом. А он как раз был мэром Штутгарта. Мы сразу нашли с ним общий язык. Он бывал у нас с женой в гостях. Но сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на болезнь, Манфред Ромель беседовал с нашей съемочной группой несколько часов. Задыхался, брал паузы и снова возобновлял беседу. После войны Манфред Ромель закончил школу, поступил в университет, стал юристом, ушел в политику. В 46 лет стал мэром Штутгарта. Мы познакомились с Манфредом в поезде. Оба учились в университете в Тюбингене. А на выходных ездили домой на поезде Тюбинген-Ульм. И вот у нас уже есть взрослая дочь Катрин и два очаровательных внука. Когда я был кандидатом на пост мэра, то большинство солдат, служивших у моего отца, голосовало за меня. Но при переизбрании и втором переизбрании за меня уже голосовали как за меня, а не как за сына Ромеля. Но вначале имя отца мне очень помогло. Вертольд фон Штауфенберг сделал хорошую военную карьеру. Он генерал-майор в отставке. У него трое сыновей и четверо внуков. Я стал известным во многом благодаря собственной карьере, а не фамилии. Был главнокомандующим в Штутгарте. И многие знают меня в этой ипостаси. Они как сына известного Штауфенберга. И, может быть, не благодаря, а вопреки моему отцу я пошел служить. Я же понимал, что его тень будет сопровождать меня всю жизнь. Но за все 39 лет службы я ни разу не пожалел о своем выборе. Я хотел бы поблагодарить отца за то, что он сделал. Я убежден, что без покушения на Гитлера не могло быть сегодняшней Германии, которой я очень горжусь. Я всегда любил своего отца. Но это не имеет ничего общего с политической позицией. Время было такое. Время было такое. Время было такое. Там, наверху, над цепелиновыми полями стоял мой отец. Он выступал перед Гитлером. Герр Франк, вы студент Юрфака, здесь на экскурсии. Ответьте, возможно ли заключение мира между вами и отцом? Знаете, нет. Жертвы отца не дают мне сделать это. Я родился в 39-м. Первые фотографии жертв увидел в 6 лет. А когда отца казнили, мне было 7. Тогда начали выходить первые демократические газеты. В них публиковались фотографии. Трупы, трупы, горы трупов. Вы ведь работали журналистом? Да, большую часть своей жизни я проработал в журнале «Штерн». Кстати, целых три года провел в журнале «Плейбой». Представьте себе начальником отдела культуры. Можно сказать, что жизнь моей семьи в окружении стольких трупов была ничем иным, как гротеском. Гротескная сторона жизни интересовала меня и в работе, особенно когда я был репортером по горячим точкам. Побывал во многих местах, в странах, где шла гражданская война. Тогда я понял, что мораль бывает столь же тонкой и прозрачной, как лист бумаги. Как вы относитесь к потомкам, которые уходят от ответа на непростые вопросы о своих родителях? Или попросту молчат об этом? Я понимаю таких людей. В принципе, говорить плохо о родителях – табу. Обо мне отец заботился. Может, он и не испытывал какой-то любви ко мне, но, по крайней мере, сделал многое, чтобы я жил, как и моя мать. Сын Мартина Бормана, бывший священник. Сейчас он, к сожалению, при смерти. Но его книга о том, что надо прощать своих отцов, пользуется огромной популярностью в Германии. Несколько лет назад в одном из интервью сын Бормана заметил, что с удовольствием бы познакомился с Николасом Франком. В журнале «Штерн», где я работал, стали на меня давить, мол, давай, встречайтесь, это будет очень интересный материал, дети военных преступников и тому подобное. Кто-то из редакции позвонил Борману-младшему договориться. Но оказалось, что к этому времени он уже прочитал мою злую книгу об отце и сказал, что встречаться со мной не будет. Просто нет смысла, поскольку я не способен к прощению. Им нет прощения. Нашим отцам прощения нет. В своей непримиримой позиции к отцам-нацистам Николас Франк не одинок. Именно он познакомил нас с человеком, который в прямом смысле страдает от своей фамилии и родства. Этот человек никогда раньше не давал интервью. А уж о том, чтобы впустить журналистов к себе в дом, и речи не шло. Ведь для него это вопрос личной безопасности. Знакомьтесь, Райнер Хёс, внук коменданта концлагеря Освенцим. На совести его деда смерть более двух миллионов человек. Райнеру 47 лет. Он живет на юге Германии. Заведует складскими помещениями. Лет семь назад его жизнь круто переменилась. Теперь он вынужден жить в постоянном страхе за себя и свою семью. Как-то по работе я поехал в Швейцарию. И познакомился со швейцарским банкиром, возглавляющим крупный концерн. Все шло прекрасно. Мы хорошо поладили. А вечером он пригласил меня к себе. У отеля в Цюрихе меня ожидало такси. Я приехал к его дому. Он открыл дверь, и я увидел, что на нем униформа СС. Я был поражен. Я сказал ему, что я не нацист. Развернулся и уехал. После этого Райнера буквально атаковали звонками и письмами. Требовали, чтобы он возглавил нацистское движение. Правые были очень возмущены моими высказываниями. О том, что то место, где повесили деда, – лучшее место в Освенциме. В ответ на это Райнеру снова прозрачно намекнули о его личных перспективах. Если бы мне довелось жить тогда, я бы лично убил своего деда. Слишком много страданий взвалил он на нас, своих потомков. В 47-м году, за два месяца до казни, дед Райнера, Рудольф Пёс, записал в своем дневнике. «Общественность будет видеть во мне кровожадного зверя, садиста, убийцу миллионов. Но сейчас я думаю прежде всего о своей семье. Что с ней станет? Самого себя я списал с самого начала, о себе уже не беспокоюсь, со мной покончено». «Это кролик моей младшей дочери. Для него нет места в квартире». Для самого Райнера в детстве не нашлось места в собственной семье. В середине 70-х годов родители определили ребенка в известный немецкий интернат. «Многие высокопоставленные родители сдавали туда своих детей. Мне было 11-12 лет. Мы с соседней комнаты залезли на кухню. Открыли окно и набрали себе еды на выходные. Хотелось есть. Короче, мы попались. Нас повели к директору. И тот в наказание поручил нам две недели в свободное время работать в саду. Кипичная воспитательная мера. Надо сказать, очень мягкое наказание. Мы пришли в сад. Садовник получил от директора список с фамилиями, и мы должны были отмечаться, что, мол, мы пришли. И мне пришлось работать в саду где-то 6-8 недель. Вплоть до того момента, когда садовник меня ударил. Я рассказал об этом своему классному руководителю. Тот пошел к директору, сказал, что надо прекращать. И рассказал мне, что садовник в свое время был в концлагере, в Освенциме. И по моей фамилии он понял, чей я внук. Внук Рудольфа Хёса, который с 1940 по 1943 был комендантом Освенцима. Самый страшный в лагере смерти на территории Польши. На совести его деда, протеже Мартина Бормана, и подчиненного Генриха Гиммлера, по скромным подсчетам, 2 миллиона человеческих жизней и активная, просто блестящая работа по проектированию механизмов массовых убийств. И их воплощение, разумеется. Из дневника Рудольфа Хёса. Глубокий след в моей памяти оставило удушение газом 900 русских в старом крематории. О самих русских я тогда не думал. Мне приказали. Я должен был выполнить приказ. Меня это удушение газом успокоило. Ведь вскоре предвиделось начало массового уничтожения евреев. Я всегда боялся расстрелов, когда думал о женщинах и детях. Не помню точно, когда впервые узнал правду. Прошло слишком много времени. Но хуже всего для меня было, что мой родной отец ничего об этом не говорил. Он ждал, что мне про деда расскажет кто-нибудь со стороны. Ведь отец сам был нацистом. И когда я посещал Освенцим, мне труднее всего было сдержать свои чувства. Мне все время казалось, что отец стоит за моей спиной и смеется над тем, что я плачу. Это ужасно. И я думаю, что через это проходили многие, чьи отцы и деды занимали важные посты во время нацизма. Я сам оборвал все контакты с отцом. Я не знаю, жив он или нет. Честно говоря, если бы он сейчас был при смерти и нуждался в медицинской помощи, я бы спасать его не стал. Оставил бы его умирать. Я думаю, что был не тем сыном, которого хотел отец. Из-за его давления, из-за развода родителей, в интернате я попытался покончить с собой. А вот это мои дети. Вот они, на фото. Это Даниэль. Ему 28 лет. Это моя дочь Надин. Ей 24. Это Шанин. Ей 22. А это мой младший сын Паскаль. Ему 15 лет. Я сам отец. У меня четверо детей. И я не могу себе представить, что я буду убивать соседских детей. Людей, с которыми я, к примеру, 10 лет встречался, здоровался на улице. А теперь они будут приходить ко мне с мольбами о пощаде, а мне будет безразлично? Я так не смогу. Правые меня обвиняли, что у меня не те гены. В этом они абсолютно правы. Райнер Хёст живет за опущенными жалюзи. Ведь неонацисты не ослабляет хватку. Не так давно они снова сделали попытку наладить связь с тем, кого по-прежнему надеются сделать своим фюрером. Предложили Райнеру выкупить личные вещи его деду. От заманчивого предложения в несколько сот тысяч евро Хёст отказался. Да, некоторый страх у меня есть. Ведь для этих типов нет ничего святого. Они легко выясняют, где ты живешь, с кем общаешься. Тем более, это сейчас легко. Что мы, я и Николас Франк, можем им противопоставить, если государство не всегда может справиться с ними? Так кто же попытается нам помочь? Кто еще найдет в себе мужество выступить вместе с нами против правых радикалов? И чтобы при этом можно было не опасаться за свою жизнь. Нюрнберг, дождь, тюрьма. Николас Франк. Ему впервые после казни отца предстоит зайти за эту стену и оказаться там, где отец провел свои последние часы. 4 мая 45-го, около двух часов, отца арестовали и избили американские солдаты, которые незадолго перед этим освободили концлагерь Дахау. Насмотрелись ужасов и в ярости устроили моему отцу, польскому мяснику, публичную порку. Тогда он перерезал себе вены. Они повезли его в больницу и в грузовике он пытался гвоздем перерезать себе горло. Обе попытки, слава богу, не удались. И он все-таки смог предстать перед судом. Это фото было сделано в госпитале. Отец писал нам в письмах, что смотрит в окно и видит голубое баварское небо. А по воскресеньям он наверняка слушал здесь колокольный звон. В тюрьме он стал очень набожным. Вставал на колени и молился. Молился он и в ночь казни. Когда дверь в камеру открыли, он стоял тут же, у двери на коленях. В это окно он, наверное, взглянул в последний раз. Произнес молитву еще на что-то надеясь. «Спаситель, я не был плохим человеком. Сохрани мне жизнь!» Но спаситель показал большим пальцем вниз. И это был прекрасный жест. Выход моего отца из тюрьмы был необычайным событием. Согласно тюремным правилам, его должны были выпустить в полночь. Не на минуту раньше. Ровно в ноль часов ворота тюрьмы должны были открыться. Этого момента я ждал 20 лет. Семье не получилось. Два чужих человека. Один, живущий третьим рейхом, по стареньке вырезающий таблетки ножницами вместо того, чтобы выдавить пальцем. Другой, молодой, уставший от нищеты и груза, в виде преступника отца. Постепенно в тебе начинает расти разочарование. Я заметил, что отец мной совсем не интересуется. То есть в один прекрасный момент ты понимаешь, что он даже не спросил тебя, где ты учишься, как ты жил все эти годы. Или хотя бы просто, как дела. Я так и не услышал от него этих вопросов. Почти два года отец и сын безуспешно пытались притереться друг к другу. Рихард устал ждать от Бальдера фон Широха проявления отцовских чувств. И вдруг отец неожиданно обратился к нему с просьбой. Возможно, это и был шанс, который мог соединить отца с сыном. Когда мой отец написал мемуары, он хотел, чтобы я прочитал их и, может быть, отредактировал. Короче, как-нибудь поучаствовал. Но я сказал, что не буду. У меня нет желания, что я сыт по горло, что 20 лет я был за отца, ждал его, писал письма. И что я, наконец, свободен и намерен поехать отдыхать со своим другом. Только так я мог освободиться от его тени, которая висела над моим детством и юностью. А вот Вольф Рюдигер Гесс, сын Рудольфа Гесса, так и не смог освободиться от тени своего отца. Сын и отец. Нация номер два Третьего Рейха Рудольф Гесс. Инженер Вольф Рюдигер Гесс, и это без преувеличения, всю свою жизнь посвятил тому, чтобы его отца, отбывающего пожизненное заключение в тюрьме Шпандау, выпустили на свободу. 1987 год. Похороны Рудольфа Гесса. Через 24 года точно так же будут хранить самого Вольфа Рюдигера, сына, который предпочел навсегда остаться в тени отца. А Рихард фон Ширах уехал учиться и работать в Китай. Он вернулся в Германию лишь на похороны отца в 1974 году. Мне не дано, прощать отца или не прощать. В нем я вижу человека, который совершил ошибку. Тихо. Вот здесь и сидел мой отец. больше года, до самой казни. Я очень хорошо могу представить себе состояние отца 1 октября 1946, день, когда выносились приговоры. Это был, наверное, конфликт надежды на то, что его оправдают и осознание, что это конец. Будь я рядом с ним в тот момент, я бы ему сказал, «Отец, у тебя нет никаких шансов, у тебя в жизни было очень много шансов, но ты ими не воспользовался, а предпочел стать преступником. Тебя, отец, нисколько не заботили судьбы людей, поэтому оставь все надежды. Я тебе желаю, чтобы сейчас перед казнью, а я уверен, что тебя казнят, желаю тебе, чтобы ты представил, каково пришлось тем невинным полякам, русским, евреям и всем остальным, на кого напали нацисты. чтобы ты представил себе, что они чувствовали. Они не были ни в чем виновны. Ты же виновен. И теперь, отец, приготовься лучше к смерти». «Отбей, да и зацвет, у тебя нет никаких шансов. Субтитры has DimaTorzok» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok